Забота, уют и домашняя обстановка – вот что необходимо одиноким бабушкам и дедушкам. Вопреки расхожему мнению о жизни в доме престарелых, здесь они действительно как дома. У каждого своя печальная история. Долгие годы Ганна Алексеевна прожила вдали от родины, в Таджикистане. В Душанбе остался её сын. Не смотря на то, что близость и всё, слишком долгое время отсутствие в разных местах мы жили, это сказалось на отношениях. Я попала в разбойное нападение, так случилось, что я осталась без денег, без документов, без средств существования, в чужой республике. И это во времена перестройки, это 2000 год, вот эти вот самые такие. Поэтому очень сложный был период у меня. Я 6 или 7 лет бомжевала. Бомжевала я в Ташкенте, потому что я думала, если поеду в Ташкент, там знакомые меня поддержат. Ну, все уже старые знакомые из Душабе, которые там жили. Кто умер, кто обанкротился. Ганна Алексеевна сегодня помогает работникам дома престарелых, наблюдает за стариками, помогает по мере сил. У пожилых людей свой режим дня. Свободу бабушек и дедушек никто не ограничивает. Они ходят по магазинам, гуляют по городу. Есть у жильцов дома престарелых и возможность заниматься любимым делом. Особым местом в доме престарелых является комната для рукоделия. Здесь шьют, вышивают и вяжут. Лучшие работы даже участвуют в городских выставках. Активные пенсионеры и огород поливают, и ежедневно занимаются физической разминкой. К сожалению, это не всем по силам. У Надежды Федоровны такой возможности нет. Больная нога не позволяет. Она нашла себе другое увлечение. А потом, эта сторона светлая с утра, я читаю здесь. А потом после обеда телевизор смотрим. Я ветеран труда. У меня две медали даже здесь, в Казахстане, вот, в каком-то году не так давно давали. И при советской власти давали. Так что я дважды ветеран. Муж умер, дочь умерла. Вот совсем недавно и дядь умер. Вот. Два внука. Кончили десятилетки, уехали учиться в Россию. Так и остались там. Вот. Больше никого нет. Общаются жители дома в основном друг с другом. Лазят они с молодыми людьми с ограниченными возможностями. Они тоже проживают в этом доме. Поддерживать такую гармонию помогают руководство и социальные работники. В доме престарелых жителям предоставляется семь видов услуг. Одна из важнейших – психологическая помощь. Каждый живущий здесь чувствует себя забытым и ненужным. У многих есть родственники. Да, может быть и есть у кого-то родственники. Со стороны все думают, ну почему бы они не взяли к себе, да, и не посмотрели, не присмотрели за ними. Дело в том, что с такими людьми должны работать специалисты. То есть человек там, сестра, брат или тетя, дядя такой помощи, как здесь им не окажут. Это медицина, это реабилитация, это морально-психологическая поддержка. Пособия инвалидов первого и второго уровня приравняли к прожиточному минимуму Казахстана. Это согласно закону, они с 16-го года с 7-го месяца получают на руки. Пенсионеры по возрасту, согласно своему стажу, приравняли к минимальной пенсии по Казахстану. Проживание в доме престарелых бесплатное. Сейчас в нем живут 220 человек. Из них 127 – одинокие пожилые люди и 93 – инвалида. Условия и уход здесь на должном уровне. Жители дома и не думают его покидать. Тем более, что только здесь о них заботятся и не гонят прочь. Зарина Шарипова, Марат Даулетов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова